Всем привет! Патч 3.5.1 на ПТУ добавил нам новые переделанные трёхсотки! И это у нас 350R. Старую версию трёхсотки вы можете найти у меня на канале, а вот новая меня реально порадовала. Особенно гоночная версия. 350R, да, это корабль чисто созданный просто для гонок. А также для гонок у нас есть АМИСК Рейзер и М50, хотя М50 считается лёгким перехватчиком, но это реально корабль для гонок, в конце концов. Какой он перехватчик? Корабль 350R стоит 125 долларов. Итак, что в нём есть? Две ракеты второго размера. Зачем это гонщику, особо не ясно, но ладно. Гонщик. Три пушки третьего размера. Это сильно. Для лёгких кораблей это реально сильно. Если говорить именно про гонки, 350-я серия, она по размерам реально больше, чем Рейзер либо М50. Но и по скорости он топит очень даже хорошо. 1345 км в секунду. Метры в секунду. Постоянно путаю. Ну как бы. Ладно, вы поняли. Скорость очень сильная, правда. Разгон, кстати, я вам специально даже покажу в этом ролике. Четыре ящика вы можете возить с собой. По сути, очень-очень-очень быстро выполнять задания по доставке на этом корабле можно прям вообще сходу. Внутрянка у этого корабля отличается от всех других трёхсоток. Во всех трёхсотках одинаковая внутрянка, здесь немного другая. Здесь есть только кровать. Телевизоры? Нету. Кофе-машинки? Нету. Где руки помыть? Нету. Где еду приготовить? Нету. Но зато есть туалет. Ну, ясно делаю, кровать, чтобы вы могли лечь и сохраниться. Какой яркий туалет. Закройся-ка лучше. Да, места в нём, конечно же, поменьше, потому что всё место сзади, больше половины корабля, занимает движок. Здоровый-здоровый-здоровый движок. Сразу хочу обратить внимание по компонентам корабля. Охладители, кулеры, на этом корабле говно. Движок перегревается очень быстро. Потому что, чтобы вы резко втопили скорость, вы должны нажать всё-таки на нитро, на шиф, что прям вух и втопило. А здесь ты очень быстро перегреваешься, прям пипец. Здесь надо охлаждение по-любому вам менять. Ну, если хотите прям быстро гонять, без перегрева. Это вам надо. Правда. А ты куда, куда нашёл? А ну-ка, вернись обратно. Давай-давай-давай-давай. Кстати, по кастомизации, в 3.5.1 добавили кастомизацию кораблей. На этот корабль, для крутого ощущения, что ты прям за гоночным кораблём, надо по-любому поменять кресло на спортивное и вот этот руль. Они прям-прям офигенно топовые. Как проходит кастомизация, это будет уже в следующем видео. Вы это всё, ясное дело, увидите. Итак, корабль. Показываю, как он набирает скорость без нитро в условиях гравитации. Это правда быстро. Здесь ещё в топе нитро. Ещё шустрее. Но! Быстро греемся! И если вы летели очень низко, либо под хорошим углом вниз, и вы выключаетесь, у вас есть все шансы вмазаться в землю. К чему я говорю? Поменяйте кулеры, чтобы ваш корабль нормально летал. Скорость сильная. 900. Как делать, нифига разворачивает. Просто как делать, нечего. Многие корабли не могут позволить себе вот такой вот манёвренности на таких больших скоростях. 300-й серии, особенно 350Р. Она может себе это позволить. Это круто. Это реально круто. Не зря он такой гоночный корабль. Тоже вылетаем из атмосферы. И всё. И всё. И опять дедух. Это просто вот глохнет на ура. Действительно, я прям вот балдею. Меняйте кулер, ребята. Он вам нужен. Очень нужен. Топливо, кстати говоря, не сильно жрёт. Хотя я был уверен, что будет как из ведра жрать. 325-й очень быстро жрёт всё топливо. 350-ка нет. Хотя такой движок сзади стоит. Не, нормально, летит всё-таки. Ну, пушки, ясное дело, менять можно. И манёвренность у корабля божественная. Правда. Мне на нём летать прям вообще зашло. По сути, вся серия 300-й, она очень круто себя показывает. Вот, тем более, внешне так. Origin всё-таки. У них прям есть такое чувство стиля, изысканности, крутости и так далее. Одно из вещей, которые я говорил в предыдущем ролике, то, что 300-ка может нормально затормозить мордой. Потому что маневровые драстеры, которые на крыльях стоят, когда они выдувают вперёд, они позволяют корабль затормозить мордой. Конечно же, в идеале вы должны развернуться резко и, по сути, тормозить именно движком. Скорость сбрасывает прям сходу на нитро. На нитро. Да, перегрев можно словить, но скорость 1300 до 170 я сбросил вообще на ура. И опять же, скорость набирает он без нитро сходу. С нитро прям вообще просто втопило. Гонщик! Вот на этом корабле я прям чувствую, что я прям лечу быстро, шустро, прям круто. А что думаете вы об этом корабле? Кстати, корабль лимитированный, его можно купить только на распродаже. Обращаюсь сразу на это внимание. Что думаете вы об этом корабле? Конечно же, напишите в комментариях. Мне он лично очень понравился. Прям зашёл, я бы даже сказал. На нём полетать от точки А в точку Б, прям быстро-быстро куда-то добраться можно. Щиты у него не очень сильные. Пауэр-генератор тоже, кстати, не очень сильный. Я это веду к тому, что три пушки третьего размера, по сути, если вы зафитите свой корабль, на нём можно повыполнять даже баунти-хантинг. Потому что поставить хорошие щиты, хороший кулер, хороший пауэр-генератор, именно из-за этих пушек он нормально урон наносит. Вот, и можно реально полетать и постреляться. А учитывая, с какой дикой скоростью вы приближаетесь к цели, и если вдруг чего, вы от неё спокойно улетите, и вас ник просто не догонят, повоевать на этом кораблике тоже можно это сделать. Ну что ж, лайк, подписка, увидимся на канале. Пока-пока. Субтитры сделал DimaTorzok